Доброе утро. Сейчас подгрузятся слайды. Начнем с того, что мне очень нравится читающему Санкт-Петербургу. Я очень надеюсь, что вы действительно самый читающий город России. 1 января, когда у меня была тусовка на даче, мы праздновали с друзьями Новый год. Я чуть выпил больше, чем обычно, но это же 1 января. И случайно поспорил со своим приятелем, что я за год прочитаю 365 книг. Но никто не верил, или мало кто верил, что можно прочитать 365 книг, но за 238 дней, то есть 28 августа, я уже прочитал 365 книг, получил свой приз. Человек, который отдал мне приз, очень не хотел, чтобы я этот приз получил. Он сказал, давай еще перебьемся, ты 500 должен прочитать до конца года, тогда, соответственно, я тебе еще раз приз даю. Но мы с ним поспорили на 500 книг за год, осталось 68 книг, я думаю, что я смогу. Поэтому тут действительно самое главное, может быть, чуть больше выпить, с кем-то поспорить и замахнуться на то, что ты никогда раньше не делал. Кстати, в одной из книг, которую я прочитал, я сразу же хочу сказать, что нельзя мне упрекнуть в том, что это попытка повлиять на вас и заставить вас купить книжки издательства Маннованов и Фербер. Я надеюсь, что я ассоциируюсь у вас с этим издательством. Это книга не нашего издательства, но книжка просто хорошая. В этой книге проанализирован был опыт сотни крупнейших американских компаний, успешных, средних и крупных бизнесов. И исследователи вывели три правила. Первое правило – лучше, важнее, чем дешевле. То есть очень часто мы пытаемся что-то продавать дешевле, часто мы пытаемся удешевить производство той услуги или того продукта, который мы производим. И это ошибка. Лучше его делать лучше. Второе правило – увеличение доходов, важнее сокращение расходов. У нас опять же такая мантра – давайте сокращать расходы. Одна из самых моих популярных книг – это маркетинг без бюджета. Я сразу же хочу сказать, что маркетинг без бюджета – временное явление. То есть вы не можете решить все свои задачи маркетингом без бюджета. Ну и правило три, как вы видите, никаких других правил нет. То есть еще раз, нужно просто чуть больше инвестировать в свой бизнес. Увеличение доходов важнее, чем сокращение расходов. Очень важно понимать, как вы эти доходы будете получать. И лучше, важнее, чем дешевле. Это была такая предыстория. Теперь давайте поговорим про привлечение клиентов. Но перед тем, как говорить про привлечение клиентов, несколько слов о том, что такое маркетинг. Маркетинг определяется самыми разными способами. Есть 5000 определений маркетинга. Так считает Американская Ассоциация Маркетинга. Мое самое любимое определение маркетинга – это определение Испанской католической церкви. Испанская католическая церковь считает, что маркетинг – это любовь к ближнему, благодаря которой получаешь божью благодать в виде прибыли. Точка. Когда ты рассказываешь про это определение руководителю какой-нибудь компании, он говорит, ух ты, я все понял, теперь ты мне просто расскажи, как надо клиента любить долго, системно, технологично, бесперебойно. Ну, собственно, про это мы будем говорить в конце сегодняшнего дня, когда я буду рассказывать вам про удержание клиентов. Но еще раз, цена Давидов, который создал известный бренд Давидов, вторит прямо этим словам. Он говорил, я никогда не занимался маркетингом, я просто не приставал любить своих клиентов. Из 5000 определений маркетинга, я считаю, что самым коротким является определение, которое приписывают мне, я, честно говоря, не помню, может быть, это и мое определение, но мне оно действительно очень нравится. Маркетинг – это привлечение и удержание клиентов. Поэтому сегодня утром мы говорим про привлечение, вечером мы говорим про удержание. Я даже могу сказать, забегая вперед, что удержание клиентов даже более секси-идея, чем привлечение. Но, по крайней мере, удерживая клиентов, вы 100% обеспечиваете повторные покупки, превращаете клиентов в фанатов, которых вам других рекомендуют, и проще продавать тем людям, которые у вас уже покупают, чем привлекать новых клиентов. Вроде бы как просто, но согласитесь, привлечение и удержание клиентов – это все. Но если открыть любой учебник по маркетингу, мы с вами просто будем видеть вот такие картинки. Вот такие картинки, вот такие картинки. И тут я вспоминаю стату Нильса Бора, который сказал, что если тебя квантовая физика не испугала, значит, ты в ней ничего не понял. Ровно то же самое с маркетингом. Если маркетинг вас не испугал, значит, ты в нем ничего не понял. Я маркетингом занимаюсь 30 лет. В следующем году будет 30 лет, как я занимаюсь маркетингом. Но реально это очень непростая тема. Я воспринимаю маркетинг как некий черный ящик. И я готов объяснить этот черный ящик, то есть что такое маркетинг, с помощью одного слайда. Но я буду подбираться к ответу на этот вопрос, что такое маркетинг, несколькими итерациями. Первое. Мы должны понимать, что у маркетинга есть много задач. Предположим, Филипп Коттер упоминает более 17 или 18 задач в своем последнем издании «Маркетинг менеджмент». Но я считаю, что у маркетинга есть три задачи. Мы должны увеличить продажу, вывести на рынок новый бренд и увеличить узнаваемость компании. Мы часто очень не обращаем внимания на репутацию компании. Но, предположим, очень многие предприниматели вообще не думают про это. Но они не задумываются над тем, что такое репутация, как она строится, для чего она нужна. Поэтому позвольте несколько слайдов в сторону. Если мы посмотрим на то, что такое бренд в Википедии, мы тоже ужаснемся. Поэтому давайте простое определение. Бренд – это обещание. А сильный бренд – это обещание, которое выполняют. Поэтому если мы посмотрим ваши коммерческие предложения, на ваши сайты, на ваши буклеты, и посмотрим то, что там написано, и потом зададим себе вопрос, а то, что мы обещаем, мы делаем, значит, вы сильный бренд. Зачем нужен бренд? Отвечу одним коротким слайдом. Во-первых, вы топ-офф-майн. Вы первое, что приходите в голову. Если вам нужен спикер по маркетингу, если вам нужен консультант по маркетингу, я очень надеюсь, что в голову вам прихожу именно я. Второе. Вы можете попросить за свои услуги, за свои продукты чуть большую премиальную стоимость. Все владельцы айфонов знают прекрасно, сколько мы с вами переплачиваем. Третье. Вы с этим брендом остаетесь надолго и не всегда. Поднимите руку владельцы Apple. Вот поднимите руку, кого я сейчас, прямо за 30 секунд уговорю перейти на Samsung. Вы видите вот этих предателей двух последних рядов, ренегаты какие. Всю статистику нам портят. И четвертое. Если мы накосячим, ну, бывает так, что бренды косячат, у нас всегда есть индульгенция. То есть люди прощают нам, они говорят, ну да, у больших бывают косяки, мы должны простить им эту ошибку. Естественно, когда я вам говорю про то, что у меня есть такое правило делать то, что, господи, нет, у меня есть такое правило, знать, что делать, знать, как делать, взять и сделать. Поэтому, когда я вам говорю, что нужно строить репутацию, нужно делать бренд, естественно, я должен вам показать. Я не буду про это рассказывать. Я вам должен показать все инструменты построения репутации онлайн и офлайн. У вас слайды будут, но если вы не верите, что вам слайды дадут, можете его сфотографировать. Мне кажется, я не забыл ничего. Здесь несколько десятков инструментов построения бренда онлайн и оффлайн. Но самое главное, чего нет на этом слайде, конечно, можно говорить про все эти инструменты долго, там, не знаю, час, наверное, займет мое выступление на эту тему. Но самое главное, что вы должны запомнить, вы, ваша работа, ваша команда, ваши результаты, ваши сотрудники. Это и есть все ваш бренд. Поэтому я предлагаю вам начать с себя, и я сейчас это просто так произнесу, но вот в принципе я бы очень хотел, я бы рекомендую еще несколько книг, это уже вторая книга, которую рекомендую, начинать нужно с себя. Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. Поэтому если мы говорим про привлечение, если мы говорим про удержание, если мы говорим даже про CRM, все начинается с вас. Поэтому вы должны просто стать лучшей версией самого себя, другим я, номером один, какие угодно, self-made man, то есть разное существует у разных авторов точки зрения, но еще раз, займитесь в первую очередь собой. Второе. Чтобы объяснить, что такое маркетинг, мне потребуется так называемый комплекс маркетинга. Комплекс маркетинга – это модель 4P, которую американцы придумали в 60-х годах. Представьте себе, что стоит тут стул, и стул стоит на четырех ножках. Вот ваш бизнес стоит на четырех ногах. Комплекс маркетинга, его называют маркетинг-микс, и там четыре ноги – продукт, цена, каналы продаж и каналы коммуникации. Это один из способов объяснить, что такое маркетинг, который руководители не вкуривают ни разу, они его не понимают, и тебе нужно очень много приложить усилий для того, чтобы объяснить, что такое комплекс маркетинга, и люди путаются потом, когда ты им все это объяснил, чем маркетинг, чем каналы продаж отличаются от канала коммуникации. Поднимите руку, кто считает себя экспертом в области маркетинга. Вот, вот, все, у вас был такой хоп, и руку быстро убрали. Чем, скажем, если мы говорим, выставка – это канал продаж или канал коммуникации? Этот вопрос заставляет человека подвиснуть секунд на десять. Здесь нет однозначного ответа. Даже специалисты теряются. Сэм Блэк говорит, что это инструмент пиара. Маркетинг говорит, что это инструмент… Ой, господи, Филип Коттер говорит, что это инструмент маркетинговых коммуникаций. Большинство людей могут сказать, что это канал продаж. Маркетинг – очень запутанная штука. Поэтому я придумал в 2014 году, это была модель ПРУФ. Вот, все, теперь мои клиенты сразу же понимают, что такое маркетинг. Маркетинг – это работа с клиентами по модели ПРУФ. Когда ты П привлекаешь клиентов, Р работаешь с клиентами, У удерживаешь клиентов и В их возвращаешь. Все. На самом деле, если вы правильно привлекаете клиентов, если на самом деле вы правильно работаете с клиентами, а это такая штука, до которой специалисты по маркетингу редко добираются. Когда вы умеете удерживать клиентов, если вы их удерживали, удерживали, не удержали, вы можете их вернуть все вот и есть маркетинг перед вами весь вот четыре направления работы модель пруф но к сожалению в маркетинге еще такая штука есть тренды идут каждую неделю я бы даже может быть сказал каждый день но это будет преувеличением на то что каждую неделю появляется какая-то интересная штука вот просто руку на пульсе должен держать чтобы понимать что тебе на самом деле в твоем бизнесе понадобится геймификация сколько про нее говорили года три назад кто попробовал своем бизнесе геймификацию ну я естественно руку поднимаю потому что если вы на нашем сайте покупаете там геймификация вовсю геймификация используется для двух вещей вот что вы должны понимать с точки зрения трендов я забегаю вперед первое вы должны осознать тренд и потом задать себе вопрос он вообще в моем бизнесе применим или нет мы предложим геймификация тогда когда вы начинаете использовать игровые элементы для того чтобы мотивировать сотрудников работать эффективнее а клиентов покупателей покупать больше но по большому счету это интересный тренд попробовать своих собственных бизнесов поэтому очень важно услышав про тренд задать себе вопрос что это такое и потом как его могу применить собственно незнание русских но русскими предпринимателями русскими специалистами того что такое тренды я придумал два года вот воскресенье мы праздновали два года создания этого сервиса сервис к росту в котором каждую неделю появляется новый инструмент который мы объясняем простым языком что это такое игра между тем что я понял этот инструмент я начал применять его в компании очень простая но очень короткая то есть ты прочитал прям по определенной технологии взял внедрил свою собственной компании поэтому если вас когда-нибудь будет беспокоить то что вы ничего не знаете один из способов закрыть эту нишу сервис к росту и так кинем взгляд на эту картинку вот что такое маркетинг если мне нужно объяснить его одним слайдом нелегко я понимаю но проблема заключается в том что мы теперь должны погрузиться на уровень ниже предположим мы должны сейчас с вами поговорить по привлечению клиентов и здесь как человек но я кандидат экономических наук я все люблю систематизировать появляется модель поиск я ее придумал в этом году чтобы объяснить нам и своих клиентов по консалтингу все-таки как нужно заниматься привлечением клиентов у меня первоначально появилась вот такая история которая чуть больше развернул теперь она выглядит вот так смотрите для того чтобы правильно привлекать клиентов мы сейчас просто еще раз если вы потерялись давайте я отмотаю назад смотрите мы сейчас с вами посмотрели на маркетинг с высоты птичьего полета и ушли в один из элементов маркетинга привлечения клиентов я сейчас буду говорить про привлечение клиентов и для этого мне потребуется модель поиск модель поиск означает следующее первое мы должны понять кто наш потенциальный покупатель многие люди задним умом или чисто интуитивно понимают кто у них целевой покупатель ну как говорит один из моих партнеров по бизнесу это для кого вопрос который часто но просто вот заставляет тупить нашего клиента он не может нормальным языком объяснить кто является нашим покупателем второе кто и кто является покупательного продукта или услуги второе у вас должно быть отличие вот это очень правильная штука когда вы создаете определенное отличие от ваших конкурентов но вы знаете такая известная маркетинговой концепции больше 40 лет концепция позиционирования которую придумали элрайс и джек траут точнее до элрайс придумала джек траут был учеником его а потом все поменялось теперь считается джек траут придумал концепцию позиционирования но справедливость должна выстреловать элрайс был автором концепции позиционирования отличие если ты не отличаешься как писали авторы книги позиционирования отличайся или умри третье вы должны подумать про инструменты привлечения клиентов это безумно важная история если вы используете неправильный инструменты вы используете инструменты неэффективно тогда вы начинаете жаловаться на то что ваш маркетинг плохо работает дальше у вас должно быть очень классном сообщение но что через каналы мы двигаем сообщение есть ваше сообщение не продает это очень плохо но и соответственно последняя буква к небо здесь букву l поставить но тогда не получается слова поиск но это грубо говоря ответ на вопрос как вот это все организовать это процесс следа генерации давайте мы сейчас поговорим выборочно в некоторых элементах я просто понимаю что если бы я бы сейчас выступал и говорил бы про все эти этапы я думаю я бы вас перезагрузил ну так вот я думаю что такие были подвижие а мне нужно вас и повеселить и дать полезную информацию пододвинуть вас какой-то идеи давайте начнем с того что когда мы говорим про привлечение клиентов мы должны помнить про то что клиенты бывают разные они бывают ничьи они ходят по питеру по ленинградской области не покупают у вас не покупают ваших конкурентов они бывают ваши они ваши мое сокровище и они бывают клиенты конкурентов еще бывает такая промежуточная ситуация когда умный клиент покупает 50 процентов у вас и 50 ваших конкурентов но будем считать что он клиент вашего конкурента. Так вот, если мы сейчас посмотрим, вот доставайте ваш смартфон, это очень важный слайд. Если мы сейчас посмотрим на эти три типа клиентов, вы можете использовать 4 технологии привлечения клиентов. Понятно, что не для каждой компании все эти 4 способа подходят, но в целом вы должны понимать следующее, привлекать клиентов можно четырьмя способами. Первый способ это на вырост. Давайте еще раз посмотрим, когда он используется. Он используется тогда, когда у вас есть своя клиентская база и вы можете не инвестируя деньги в маркетинг, не инвестируя деньги особые в в развитии каких-нибудь каналов коммуникаций, наращивать свои объемы. Как? Технологии на вырост, о чем нам говорит? Придумали ее японцы, но эти люди терпеливые, как все восточные люди. Давайте сядем у реки и будем ждать, пока не проплывет труп нашего врага. Они точно так же готовы воспитывать, наращивать своих клиентов. Я много работал с японскими компаниями, три года был коммерческим директором в одной из компаний, которая работала с компанией Konica. Я видел, как терпеливо Konica вкладывала в нас. Они ждали, что мы рванем, и мы рванули. Так вот, на вырост, это технология, которую я таким образом замиксовал. Сейчас вы ее легко поймете. Наверняка вы знаете, когда вы пользуетесь битриксом, вы используете такое деление клиентов на А, Б и С. То есть есть клиенты А, есть клиенты Б и есть клиенты С. А это крупные, Б это средние, С это мелкие. Так вот, технология на вырост заключается в том, что вы мелких клиентов выращиваете до средних, а средних до крупных. Все очень просто. Для этого я использую, для двух компаний это делал, Банк Европейский и компания Домру. И вот в этих бизнесах, ну в этих двух бизнесах, мы использовали активно технологию ВОУ. В чем она заключается? Для того, чтобы клиентов С сделать клиентами категории Б, а клиентов Б сделать клиентами категории А, мы чуть больше обращаем на них внимание, мы обучаем их, и мы создаем особые условия, особые условия работы с нами. Все, больше ничего придумать нельзя. Но, к сожалению, еще раз, не все компании готовы инвестировать в том, чтобы взращивать своих клиентов. И это абсолютно зря. Ну, нет права к своему отечеству, поэтому я процитирую книжку, которая у нас выходила. Это такой гимн удаленной работы, как книга «Ртьворк». Но там еще есть одна классная цитата. Вместо того, чтобы попытаться победить в конкурентной борьбе, больше продавать, больше потратить, больше наспонсировать, постарайтесь обучать свою аудиторию больше, чем ваши конкуренты. Все, то, что я вам показывал. Больше учите своих клиентов. Но я больше чем уверен, что сейчас… Поднимите в руку, кто вот сейчас пришел и купил книжку издательства «Манаманов и Фербер». Хорошо, а кто купил для своего любимого клиента? Вот вам большая подсказка. То есть мы даже на себя-то особо деньги не тратим, чтобы самим научиться, а уж с чего говорить про клиентов. Поэтому еще раз, учите своих клиентов. Но когда я говорю «учите», я, естественно, должен вам сказать, как. Над этим слайдом я работал месяца три. Ну, то есть я его кропотливо собирал, но вы должны понимать, что здесь абсолютно все способы, я думаю, что я опять ничего не забыл, чтобы вы могли обучить своих клиентов. Их несколько десятков. Ну, поэтому кропотливо перебирайте все инструменты, которые здесь есть, и решите, что вы можете использовать для того, чтобы растить своих клиентов. Перехват. Следующая история. Она иногда бывает очень примитивная. Это когда мы забираем клиентов у конкурентов. Ну, мы можем поставить промоутеров у магазина нашего конкурента, они будут раздавать листовки, идите в наш магазин или идите в наш ресторан. Можем припаковать свою фирменную машину у входа в магазин или в ресторан, или в кафе нашего конкурента. Но это немножко так примитивно. А вот не примитивно, это когда ты работаешь на рынке B2B. Я так скажу, что вот эта технология перехвата, это высший пилотаж маркетинга. Если я разговариваю с кем-то из своих коллег, директоров по маркетингу, и они рассказывают, что они перехватывают клиентов у конкурентов, я жму руку. Реально это просто признак профессионализма. Почему? Потому что в этом случае ты вовлекаешь абсолютно все подразделения компаний, генерального директора, финансовой службы, продавцов, менеджеров, продавцов, маркетинг. То есть танцуют все. И плюс ты понимаешь, что это работа в долгую, и она очень кропотливая, она дает потрясающие результаты. Я в двух компаниях ее делал, и просто фантастические результаты, когда ты идешь и отжимаешь клиентов у конкурентов. Поэтому у тебя должно быть очень классное предложение. Маркетинг должен думать про поводы, как ты можешь прийти к клиенту. Маркетинг должен думать про инструменты. Здесь я хочу немножко уйти в сторону, поговорить про инструменты. Я недавно написал книжку, которая называется «Инструменты маркетинга для отдела продаж». И впечатлен, или, скажем, зажжен на эту книгу, я был историей, которая есть в каждой книжке Филиппа Котлера. Если вы читали книги Филиппа Котлера, там сидит такой менеджер по закупкам, это старая история, которая двигала издательство «Мак Гроу Хилл». И этот человек, который сидит в кресле, смотрит на вас, вот так вот сцепив пальцы в достаточно закрытой позе и говорит следующие вещи. Я не знаю вас, я не знаю вашу компанию, я не знаю вашу продукцию, я не знаю ваших ценностей, я не знаю клиентов вашей компании, я не знаю историю вашей компании, я не знаю репутацию вашей компании. И так, что вы мне хотели продать? Ну, он сидит вот так вот, смотрит на вас, типа, чем порадуете? Вам нечему порадовать, вы пришли с голыми руками, вы пришли неподготовленные, вы пришли с очень плохой презентацией. Поэтому, когда я написал эту книжку, меня очень многие люди упрекнули, что я написал то, что все знают. Ну, я просто точно уверен, что вы многого не знали, а во-вторых, тут не знать, тут надо делать. Представьте себе, что из 60 инструментов, которые вы можете использовать до встречи с клиентами, в частности, это в том числе и CRM-система. Ну, я могу сказать, что в тех бизнесах, в которых у меня есть CRM, мы пользуемся Bittrex 24. Поэтому, ну, можно сказать, что тут как с Apple, я фанат. И второе, ты можешь использовать большое количество инструментов на встрече с клиентом. Есть три инструмента, которые ты можешь использовать после встречи с клиентом. Я больше чем уверен, что вы не используете ничего. Ну, я имею в виду после встречи с клиентом. И тогда удивляется твой клиент, когда ты начинаешь эти инструменты использовать. В общем, еще раз, тут не знать, тут нужно делать. Взращивание. Последний способ. Взращивание. Извините, предпоследний способ. Взращивание тогда, когда вы берете и взращиваете клиентов, которые еще ничьи. Ну, предположим, компания, производящая зубную пасту, Calgate, предположим, приходит в детский сад или в ясли, говорит, детишки, давайте мы вас научим чистить зубы правильно зубной пастой Calgate. Вы чувствуете, к чему я кланю? То есть, с молодых зубов, с молодых ногтей детишек начинает приучать к зубной пасте Calgate. Поэтому думайте, может быть, вам имеет смысл идти в институты, может быть, вам имеет смысл даже идти в школы и там работать с теми людьми, которые в будущем могут быть вашими клиентами, потребителями, партнерами. Ну, и, конечно, самая активная штука в маркетинге, это привлечение клиентов. И для того, чтобы вы привлечение клиентов делали правильно, нужно задать себе три вопроса. Всего лишь три вопроса. К сожалению, бизнесы этими вопросами не задаются, и поэтому, когда ты с ними работаешь, они говорят, ну, у нас маркетинг работает очень плохо. Первый вопрос, какие инструменты привлечения клиентов мы используем сейчас? Я сразу же хочу сказать, что их много. Американская ассоциация маркетинга в 2012 году сказала, что существует более пяти тысяч инструментов маркетинга. Пять тысяч инструментов маркетинга. Я когда это услышал, я услышал это от Дона Шульца. Я был тогда на первом международном маркетинговом саммите в Бангладеш. И Дон Шульц сказал, что вот он с коллегами сделал отчет, что есть пять тысяч инструментов. Я к нему тут же подошел, я говорю, Дон, а где их взять? Он говорит, они у меня вот здесь. Попробуй. И я когда вернулся в Москву, я прям сел и начал собирать эти инструменты. Я насчитал около, ну, тысячи семиста и потерялся. То есть реально даже я не знаю эти пять тысяч инструментов, но я знаю тысячи семьсот. Но вот в чем трагедия? Большинство компаний, они вообще не понимают свои инструменты привлечения. То есть вообще, вообще ни разу. То есть если бы у меня сейчас было чуть больше времени, я бы сказал, попробуйте сейчас вспомнить 10 инструментов привлечения клиентов в вашей компании. Я бы дал минуту, и за минуту не вспомнил бы никто. 10. А когда бы вы вспомнили 10, когда он сказал, вас должна мучить мысль, что еще 4 990 вы не знаете. Вот в чем трагедия. Интернет-маркетинг. И там много инструментов. Мы все время с коллегами считали, считали чуть больше 200 инструментов интернет-маркетинга. Но я не претендую на то, чтобы вот сейчас сказать, что я закрываю эту тему. Но когда я говорю про интернет-маркетинг, я обычно говорю, что есть 6 блоков инструментов. Больше всего, конечно, инструментов там, где находится генерация трафика. Есть сайты, есть соцсети, есть мессенджеры, есть мобильный маркетинг, есть имейл-маркетинг, и на стыке имейл-маркетинга генерация трафика есть контент-маркетинг. Когда вы сделаете список из тех инструментов, которыми вы пользуетесь, ну, подпишем, я сейчас вам попросил бы вас сделать список инструментов привлечения клиентов именно в вашем бизнесе. Я обычно потом, как консультант, начинаю дожимать. Я говорю, давайте теперь сделаем КНР-тест. Эту штуку я придумал тоже где-то лет 5 назад. Это не Китайская народная республика, это использование подхода классика новая революционная. То есть я беру ваши инструменты, которые вы вспомнили, и начинаю располагать вот по этим двум колонкам онлайн и оффлайн, и по трем блокам классика, новая и революционная. Ну, предположим, вы сейчас вспомнили какой-то инструмент и говорите коммерческое предложение. Это классика. И тут тяжело сказать онлайн или оффлайн, но мы будем считать, что это оффлайн. И, конечно, это классика. Или вы говорите инбаунд маркетинг. Я говорю, красавцы, вообще. Онлайн новая. Понятно, что это не революционная, потому что инбаунду там уже года три. Но если вы говорите там, потому что нейромаркетинг, я говорю оффлайн, и это, ну, наверное, все-таки новинка, потому что в нашей стране нейромаркетинг это пока новинка, которая использует единицы. Чему вас научит это упражнение? Во-первых, вы увидите, к чему вы тяготеете. Большинство компаний используют инструменты оффлайн, не используют онлайн. Очень многие используют онлайн, не используют оффлайн. Вы должны быть, ну, как боксеры, с левой и с правой могут бить. Вы должны точно так же хорошо работать двумя руками. Онлайн и оффлайн. Следующая история. Вы теперь смотрите, что большинство ваших инструментов это классика. У вас вообще нет новых инструментов. У вас вообще нет революционных инструментов. И тут я задаю вам вопрос Эйнштейна, который сказал, что глупо надеяться получить новый результат, продолжая делать одни и те же самые вещи. Поэтому если вам нужны новые результаты, вам нужны новые прибыли, новые доходы, вы, конечно, должны попробовать использовать новые инструменты. Трагедия в жизни заключается в том нашей, что вы боитесь пробовать новое. Второй вопрос. Когда мы с вами записали те инструменты, которые вы используете, я задаю вам второй вопрос. Насколько хорошо вы используете эти инструменты? Здесь начинается еще один ужас. Ну, так, кстати, и называется упражнение, которое я тоже придумал лет пять назад. Это было в Казахстане. Я работал с одним девелопером. И когда мы стали анализировать его инструменты или дегенерации и начали делать таблицу, он стал страшно ругаться на казахском языке. Я спросил, что вы сейчас делаете? Он говорит, я ругаюсь по-казахски, но давайте я переведу это, как вы меня сильно расстроили. Ну, для того, чтобы люди запомнили, я называю это упражнение ужас-ман. Ну, то есть реально ужас. Вы начинаете вспоминать ваши инструменты. Предположим, они у вас были вот так. Десять инструментов привлечения клиентов. Это не надо фотографировать, это пустой слайд. Это просто десять инструментов, которые вы записали как инструменты привлечения клиентов. У вас есть сайт, у вас есть коммерческие предложения, у вас есть счастье в выставках, у вас есть контекстная реклама, у вас есть баннерная реклама, у вас есть там SMM. Ну, то есть вы вспомнили эти десять инструментов и вот теперь, имея цифры от одного до десяти, мы начинаем делать привязку. Мы отвечаем честно на вопрос, эти инструменты работают ужасно, средне или так, что вся отрасль нам завидует. Но это упражнение нужно сделать, чтобы услышать опять же то же самое. Вы начинаете ругаться, но чтобы понимать, что у ваших инструментов они вот так работают плохо. И что нужно сделать, когда у вас появится такая таблица? Вы должны сделать очень простую вещь. Вы должны инструменты, которые работают ужасно, сдвинуть в сторону инструментов, которые работают средне. А инструменты, которые работают средне, вы должны сдвинуть в сторону так, что нам завидуют. Естественно, если вы начнете делать какие-то новые инструменты, вы должны эти новые инструменты использовать так, чтобы получить эффект. Потому что если вы сделаете инструмент какой-нибудь плохо, вам никто никогда не даст второй возможность что-то сделать хорошо. Ну и я хочу сказать, у меня есть такое правило, все всегда можно сделать лучше. Ну, я не прекращаю удивляться тому, как плохо люди в нашей стране делают рекламу. Однажды я читал семинар в Екатеринбурге, ко мне подошли два парня и говорят, вот этот вот билборд хороший или нет? Я говорю, хороший. Он говорит, ну вы же говорите, что все всегда можно сделать лучше. Я говорю, можно. Он говорит, можете сделать лучше? Я говорю, могу. Я начал ставить точки. То есть каждая точка, это так называемый для меня усилитель силы. То есть я что-нибудь делаю, но предложу, у вас есть заголовок. Я заголовок ставлю в кавычки. Вы говорите, почему вы поставили кавычки? Я говорю, ну потому что заголовок в кавычках преувеличивает количество читателей в среднем на 20-30%. Но это давнее исследование. Вы можете мне верить, можете проверить. Или предложу, у вас после заголовка стоит точка. Я ее убираю. Вы говорите, почему вы убрали точку? Я говорю, ну потому что если после заголовка стоит точка, ее никто не читает. Ну, заголовок прочитали, а текст никто не читает. Ну, в общем, неважно. Я поставил эти точки, смотрю, с каждой точкой и ребята становятся все грустнее, грустнее, грустнее. Я говорю, ребята, а что вы грустнеете? Он говорит, ну это вообще наша реклама, и мы с ней заняли второе место на конкурсе наружной рекламы в Уральском федеральном округе. Я говорю, ну показали бы мне, заняли бы первое в России. Вот это так важно научиться то, что ты сделал, показывать другим. Вот я ничего не делаю паблик, то есть я ничего не публикую до тех пор, пока я не покажу своим коллегам. Это называется контроль в 4 или в 6 или 8 глаз, как хотите назовите. Вторая история. Это очень важный момент. Я хочу, чтобы вы запомнили, я еще к этому вернусь. У меня есть любимый инструмент маркетинга без бюджета, продает каждый. И из этого вытекает следствие, что все, что можно использовать для продаж, нужно использовать для продаж. И я хочу свернуться к одной очень простой вещи, чтобы показать, что даже в базовых вещах вы делаете катастрофические ошибки. У меня есть такое правило. Ваша визитная карточка равно ваш маркетинг. Достаньте ваши визитные карточки. Доставайте, доставайте. Тогда нарушается правило номер один. Первое правило, всегда и везде нужно носить с собой визитные карточки. Вот мои визитные карточки, которые со мной всегда и везде. Наверное, правильно кто-то чихнул. Один японец прилетел в Англию на переговоры. Он, поскольку устал от полета, пошел купаться в бассейн. И по соседней дорожке плавает какой-то европеец. Они одновременно выходят, поплавав к столику с фруктами, с соками. И японец говорит европейцу, доброе утро. Он говорит, доброе утро. Вы из какой страны, спрашивает японец. Он говорит, я из Америки. О, говорит японец. А из какой компании? Он говорит, я из General Motors. О, говорит японец. Позвольте представиться. С этими словами он лезет в карман своих плавок и достает оттуда водонепроницаемую визитную карточку. Я их себе на всякий случай сделал. Так вот, если кому-нибудь там хочется ее посмотреть, я их оставил сейчас, когда книжки продавал. Сейчас с собой водонепроницаемые. Так вот, я хочу сказать, что эта история, чему он нас учится. Всегда нужно носить с собой визитные карточки. Американец сказал, у меня нет с собой визитные карточки, я отправлю вам с посыльным, с былбоем ваш номер. Поэтому вывод номер один, визитные карточки должны быть у нас с собой под рукой всегда. Я понимаю, что мы пришли на конференцию Bittrex 24, и здесь все-таки мы говорим про технологии. Поэтому я понимаю, что вы на меня смотрите и думаете, какой ретроград, визитные карточки, у меня есть профиль в Фейсбуке. Да не вопрос. У меня есть компания, которая 7 лет уже занимается интернет-маркетингом, я тоже прокачан и прошарен. Вот моя визитка. И где ваши смартфоны? Ну, два парочка смартфонов, которые пытаются считать это с помощью керридера. Поэтому не надо мне заливать про технологии. Вот старую, добрую, классическую визитную карточку не отменял никто. Но на всякий случай, если вдруг вам захочется иметь такую же визитную карточку, как у меня, пожалуйста, бесплатное приложение TakeFive, с помощью которого вы можете сделать приложение себе, визитную карточку себе и всем вашим коллегам. Вывод номер два. Визитная карточка, конечно, классическая, должна быть обязательно, потому что технологии это здорово, но классику никто не отменял. Третье правило. Вложить визитную карточку. У меня есть знакомая, это моя ученица, Яна Алексеева, партнер компании, она генеральный директор. Когда она сделала свое агентство, она летала тогда эконом-классом. И для того, чтобы получить первых клиентов, она в самолет в Шереметьево заходила последней. И она шла через бизнес-класс, и каждому пассажиру бизнес-класса отдавала свою визитную карточку со словами. Вы летаете бизнес-классом, вам нужна моя визитка. А потом, ну все, а то я сейчас увлекусь. А потом она, когда прилетала на место назначения, что происходило? Два человека, как обычно, три человека ждали ее на выходе и говорили, Инна, очень приятно с вами познакомиться. Вот мои контакты, давайте встретимся, давайте поговорим. Еще раз, все средства хороши, но чтобы вы могли вот так идти через самолет и продавать своей визитной карточкой пассажирам бизнес-класса свои услуги, у вас визитная карточка должна быть бизнес-классом, вам за нее не должно быть стыдно ни разу. А сейчас мы поговорим вам о ваших косяках. Вот моя визитная карточка имиджевая, она такая вот, которая как раз в воде не горит, в воде не тонет и в огне не горит. Вот это визитная карточка реального бизнес-класса. Но, если вы обратите внимание, она не продающая. А самый главный вывод, который я для себя сделал, мы же говорим про инструменты привлечения клиентов, самое главное это продажа. Поэтому, если мы сейчас перевернем вашу визитку, переворачивайте, мы увидим три возможных варианта. Первый, даже такое не нажимаю. Первая визитная карточка у вас сделана по этикету, то есть оборот вашей визитной карточки пустой. Поднимите руку, у кого визитная карточка на обороте пустая. Вот ваши офис-менеджеры или ваши секретари или ваши маркетологи делали ее строго по этикету. Второе, у вас на обороте написано что-то по-английски или по-немецки, или по-фински. Это означает, что я крутой чувак, часто выезжаю за границу, но два комплекта визитных карточек сделать по этикету на русском и на английском, руки не дошли, бюджета не хватило. И третье, это визитные карточки продающие. Ну, классика, это оборот моей визитной карточки продающей издательской. Но если мы уберем картинки, и вы увидите три слова, вопрос, что вы выбираете? Конечно, вы выберете визитную карточку продающую, мне даже кажется, сомнений никаких нет. Поэтому вывод, самая главная визитная карточка должна продавать. К сожалению, у меня на всех визитных карточек не хватит, поэтому я покажу на визитной карточке, вы можете ее сфотографировать и очень многому на ней научиться. Это мой проект к росту. В ней, в этой визитной карточке хорошо все. Но, во-первых, не оригинальная форма. То есть вы видите, здесь скошенная форма, и такая форма очень быстро запоминается. Второе, интригующая должность, слоган окупается за один день, побуждение к действию, пишите, растите и отсутствие мобильного телефона. И самое главное, продающая оборотная сторона. Что мне нужно сделать? Мне нужно спросить вас, каким вы бизнесом занимаетесь. Перевернуть свою визитную карточку, и она моментально превращается в мини-коммерческое предложение. Я вам говорю, вот точно в вашем бизнесе нужно использовать точки контакта, позиционирование, сервис B2B Family. Точно вам нужно поставить на службу дезинтерминиацию, делать NPS, делать white paper, сделать zoom price, использовать inbound. И я потом сразу же сбоку уже пишу. То есть все эти услуги дадут вам плюс 3, плюс 4 процента к обороту. Потому что я уверен, свято уверен, что внедрение любой из этих услуг увеличивает ваши продажи как минимум на полпроцента. Все. Я даю вам визитную карточку и оставляю вас в состоянии легкого аута, потому что вы вообще вот это не знаете. Но я могу это проверить, но это сделаю чуть позже. Поэтому еще раз, визитная карточка должна продавать. И еще, в человеке все должно быть прекрасно, сказал Антон Павлович Чехов, и душа, и мысли, и одежда, и визитная карточка. Но, к сожалению, на вашей визитной карточке есть большое количество прыщей, которые вызывают у меня раздражение. Что это за прыщи? Первое. У вас написано, проверяйте, проверяйте свою визитную карточку. У вас написано фамилия, а потом имя. Должно быть написано имя, а потом фамилия. Почему? Потому что в России не говорят господин Ман или госпожа Иванова. Второе. Я смотрю на вашу визитную карточку и не понимаю, чем ваша компания занимается. То есть вы не продали мне свои услуги. Третье. У вас написано HTTP. Вы что, серьезно что ли? Уже ВВВ можно не писать. О, у вас написан факс. Фантастика. У меня есть знакомые, которые занимаются системой интеграции. У них на визитной карточке написано было. Факсами не пользуемся с 2004 года и вам не советуем. Вот по-прежнему люди пишут на своих визитных карточках факс. Окей, если вы работаете с государством, если вы работаете, не знаю, там с кем-нибудь окологосударственными структурами, это объясняет многое. Но вообще писать слово email опять же не нужно. Уберите его. Все поймут, что это email. Зачем вы пишете мобильный? Ну, может быть, это у меня такой маленький бзик. Я в свое время был региональным директором по маркетингу в регионе Центрального Источного Европа, Ближний Восток и Африка. Отвечал за 68, а потом за 75 стран мира. В каждой стране поиска партнеров, в каждой стране есть офис и каждую минуту у меня разрывался телефон. Почему у меня сейчас нет мобильного телефона? У меня два мобильных телефона физически. Номер вы не найдете ни на одном. Хотя у меня номера красивые. И я хочу сказать, что это не понты. Это просто ужас от того, что тебя могут в любой момент отвлечь звонком. Поэтому не пишите, не печатайте на мобильный телефон. Если кому-то нужно, напишите его от руки. Это энергетика, это просто особое выделение этого человека, что я вам написал свой мобильный телефон. Еще раз, уберите мобильный с ваших визитных карточек. Не пишите сокращение, это раб. Ну, все понятно, да? У вас должность непродающая. Есть большое количество визитных карточек, которые точно нужно выкинуть. Это когда на визитной карточке написано менеджер по продажам. Это все равно, что написать вашему коллеге из отдела продаж, что я больной, там, не знаю, там, не знаю, ликит, там, не знаю, мне там, лишая, там, стригучая, еще что-нибудь. Никто не хочет общаться с менеджерами по продажам. Назовите их как-то по-другому. Зачем вы пишете форму регистрации на визитной карточке? Это что, бланк, что ли? У вас написано двое точно очень много. Уберите их все. У вас написано «Гэ Санкт-Петербург». Когда я вижу «Гэ», как любой русский человек, у меня в голове, говорит, другая ассоциация возникает, когда я вижу «Гэ». Нет же деревни Санкт-Петербург. Ну и последний дизайнер. Где был, когда делал вашу визитную карточку? Несколько шрифтов, все гуляет. Ну, в общем, отдайте это на аутсорс хорошему дизайнеру, пусть вам сделают классную визитную карточку. В общем, визитная карточка должна быть без изъянов на лице. И последний вывод. Визитная карточка должна выделяться, чтобы вы могли себя продать. Ну, как пример. Я не знаю, будет ли это видно с последних рядов. Одна из услуг, которую мы оказываем в рамках Кросту, это продающие визитные карточки. Чтобы вы понимали, один к нам клиент обратился, который занимается оптимизацией расходов. У него была вот такая визитная карточка. Видите все, да? Теперь у него визитная карточка вот такая. Вот надо еще что-то вам рассказывать про то, что человек занимается оптимизацией ваших расходов. Поэтому еще раз, если у вас нет визитной карточки, если она плохая, если она не продает, это ужас. Займитесь ей. И теперь мы плавно подходим к третьему вопросу. Если мы говорим про привлечение, это какие новые инструменты вы можете начать использовать. Это безумно важный вопрос. И, к сожалению, очень многие компании этим вопросом не задаются. Какие новые инструменты мы можем начать использовать? Маленькая веселая история. Люблю ее рассказывать. В 2008 году, до кризиса 2008 года, я участвовал в конференции, которая называлась «Новые инструменты, нестандартные инструменты маркетинга и новые рекламные носители». И я выхожу в аудиторию, в которой примерно такое же количество людей было, и говорю, ребята, вы смотрите, сейчас 2008 год на дворе, и все наши западные коллеги пользуются вот этими инструментами. Поднимите руку, кто знает каждый из этих инструментов на уровне определения. И я подарю вам книжку. Прошло 10 лет, и вы по-прежнему не знаете ответ на эти вопросы. Что-то вы уже знаете. Ну, предположим, сейчас никого не удивишь словом блогинг. Но, блин, вот почему вы не знаете, что такое ambient media? Это тогда, когда вы любой рекламный носитель превращаете, любую рекламную поверхность, ну, любую поверхность вы превращаете в рекламную поверхность. Есть в Англии компания, которая занимается ambient media. И у них есть слоган, чисто британский. «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о непробрендированном предмете». Они брендируют абсолютно все. Вот я не знаю, как должна быть пробрендирована, то есть я не знаю, как должна пахнуть канализация, чтобы можно было ее рекламировать, ну, как кофейню. Ну, то есть еще раз примеров масса. Крэйзи пиар. Крэйзи пиар – это тогда, когда вы делаете шикарный новостной повод, и люди просто к вам бегут за комментариями. Ну, пример. Например, компания 3M. Они сделали антивандальное защитное банковское стекло, его невозможно разбить. Они могли бы про это пресс-релиз написать, а они сделали следующее. На остановке в Ванкувере они поставили такой стеклянный куб, и в нем лежало 3 миллиона канадских долларов. 3M. 3 миллиона. Они сказали, разбейте, забирайте, и вам ничего не будет. Можете посмотреть в Ютьюбе, как люди пытались это разбить ломами и битами. Я уже понял, что Санкт-Петербург смекнул, что нужно делать. Приехать ночью на КамАЗе, сковырнуть всю остановку, и где-нибудь в гаражах ее автогеном разделать. Поэтому это и делается в Ванкувере, а не в Санкт-Петербурге. Шок-вертайзинг. Не очень, конечно, это такой классный прием для интеллигентного Питера, но мы помним Тинькофф отсюда. Поэтому мы просто делаем один выстрел, к нам приходит ФАС, выписывают штраф, но зато все помнят нас. Или сенситивный маркетинг. Я уже говорил про нейромаркетинг. Сенситивный маркетинг – это тогда, когда вы используете все 5 органов чувств, которые есть у человека. Это очень прикольная история. Книжка написана в 2004 году. Я больше, чем уверен, что единицы людей, сидящие в зале, ее прочитали. Если эту книжку можно назвать бабушкой или дедушкой нейромаркетинга, я думаю, что вообще никто, наверное, нейромаркетингом в этой аудитории не интересовался. В общем, тянитесь к новым инструментам. Есть несколько способов найти новые инструменты. Найти, украсть, ну просто взять у кого-то позаимствовать. Знаете такое слово бенчмаркинг? Знаете слово бенчмаркинг? Заимствование лучших практик. Я перевожу как зыринг и тыринг. Увидел у кого-нибудь что-нибудь хорошее и забрал себе. Ну и потом можно что-то нибудь придумать. Ну, в конце концов, еще раз я за свою карьеру придумал 4 инструмента маркетинга. Ну, я думаю, что и вы, наверное, можете это сделать. Своими партнерами некоторое время назад мы написали книжку «Делай новое». Я очень хочу, чтобы вы ее купили. Знаете почему? Потому что книжка начинается не с описания новых инструментов, а с описания причин, их 17, почему вы ничего не делаете. То есть, если я сейчас спрошу вас, что вам понравилось после этой конференции, вы скажете, мне понравилось то-то и то-то. Через год спрошу, что сделали, вы скажете, я не сделал ничего. Я спрошу, почему, и вы назовете одну из этих 17 причин. Поэтому выбивайте себе почву из-под ног. Начинайте работать с этими причинами, с этими возражениями. Ну и про эффективность вашей коммуникации. Есть такая модель АИДА. Кто знает, что такое АИДА? Это не опера Верди, потому что большинство людей ассоциируется с опера Верди. Это большая масштабная постановка. АИДА – это самая простая коммуникационная модель. Она выглядит вот так, но я ее обычно рассказываю таким образом. Смотрите. Большая крупная буква А. Она привлекает ваше внимание. Вы должны всегда привлекать внимание. Второе – вы должны быть интересны. Если бы я сейчас был неинтересен, вы бы встали и ушли. Третье – вы должны вызывать у человека желание воспользоваться тем продуктом или той услугой, которую вы рекламируете, предлагаете. И последнее – у вас должно быть побуждение к действию. Вот чего нет у большинства реклам – это побуждение к действию. Тогда, когда вы побуждаете человека к действию, вы пишите «купите». Помните, у меня на визитной карточке было написано «растите, заходите в гости, пишите». Я хочу сказать, что любое побуждение к действию на автомате заставляет человека действовать. Вот видите, написано «аптека», «стучите». Люди стучат, даже сильно стучат. Когда я начинаю учить людей побуждать к действию, почему-то мы действуем достаточно примитивно. Такое ощущение, что в русском языке есть только два слова. Иди сюда и вот сюда иди. Но смотрите, как наши западные коллеги побуждают к действию. «Жизнь коротка – купи туфли». Да блин, вообще красота. «Жизнь коротка – купи Битрикс», «Жизнь коротка – купи турпоездку». «Купи сейчас или плачь потом». Еще раз, ищите лучшие практики. Понятно, что если сейчас поднимали руку, я знаю, что такое Аида, профессионалы, они говорят, «Ой, Аида – это чересчур примитивно». Ребята, я это все знаю, я кандидат экономических наук. Но моя задача простым языком объяснить так, чтобы все все поняли, что-то захотели. Есть много других коммуникационных моделей, но как минимум на автомате мы должны отработать у себя возможность работать по модели Аида. Ну и понятно, что как кандидат экономических наук я должен сказать вам про какую-то еще такую восхитительную вещь. И эта восхитительная вещь заключается в том, что маркетинг – это не только привлечение через комплекс маркетинга, через рекламу, через пиар, через стимулирование сбыта, через прямой маркетинг или через интернет-маркетинг. Маркетинг – это тогда, когда весь комплекс маркетинга используется для привлечения клиентов. Еще раз помните, я вам рассказывал про стул. Есть четыре ноги у этого стула. Продукт, цена, каналы продаж и каналы коммуникаций. И здесь работает абсолютно все. Те люди, которые занимаются продуктовым маркетингом, бренд-менеджеры, продуктового менеджера, категорийный менеджер, прекрасно понимают, что в продуктовом маркетинге можно сделать очень много всего, чтобы продукт сам продавал себя, и чтобы люди выстраивались в очереди без всякой рекламы. Я думаю, что 10-й айфон с точностью сам себя будет продавать. Вот здесь я только очень некоторые вещи хочу упомянуть, чтобы вы просто понимали, что маркетинг – это сложная штука. Ну, предположим, для понимания того, что такой продукт, очень важно понимать и использовать в своей работе так называемый жизненный цикл продукта. По большому счету, если я начинаю работать с кем-то, как консультант, я говорю, слушайте, какие у вас ключевые продукты, или человек их называет. Я говорю, где они вот на этой стадии жизненного цикла находятся. Обычно мы говорим про то, что мы зарабатываем деньги, выводя товар на рынок, потом растут продажи, потом насыщение и потом спад. Так вот где у вас продукт? Здесь появляется очень много важных задач для человека, который занимается маркетингом. Если ты запускаешь на рынок новый продукт, сделай его голубым океаном. Если ты выводишь на рынок новый продукт, сделай его блокбастером. Если ты пытаешься сделать много денег на одном и том же продукте, сделай так, чтобы он продавался очень-очень долго. Вы знаете, я многие вещи знаю в маркетинге. Я думаю, что я знаю очень много. И единственное, чего не знаю, как сделать продукт лонгселлером. И когда я приехал в гости к Филиппу Котлеру, у меня было несколько вопросов у него в списке к нему. И, конечно, один из вопросов был, как сделать продукт лонгселлером. Я ему говорю, Филипп, как сделать продукт лонгселлером? Я не знаю. Он сказал, да это очень просто. Знаете, у меня в голове закрутили шестеренки, что сейчас я вернусь в Россию, быстро стану миллиардером. Потому что никто не знает ответ на этот вопрос. Как продукт сделать продающимся долго? Я говорю, как? Долг голос у меня сел. Он говорит, да все очень просто. Ты же знаешь комплекс маркетинга 4П? Я говорю, да. Он говорит, нужно добавить еще один элемент на букву П. Какой? Прей. Помолись. Ну, у него хорошее чувство юмора. Ну, соответственно, когда у вас много продуктов, нужно еще управлять портфелем. А тогда, когда у вас продукт начинает умирать, я называю это управление смертью, но это не очень красиво звучит, назовем это управление падением. Как правильно вывести продукт с рынка? Это тоже очень важный вопрос. Собственно, еще раз, очень много здесь хороших идей возникает. И я часто говорю, попробуйте проанализировать, на каком этапе находятся все эти элементы, которые я подвесил наверху. И у вас тогда будет много хороших ответов на разные вопросы, которые у вас в голове возникали. Цена. Я просто хочу сказать, что очень многие люди не воспринимают цену как инструмент. А ценообразование – это очень классный инструмент. Мой партнер по бизнесу, Роман Тарасенко, сейчас как раз написал книгу про ценообразование. И там есть классная история в этой книжке, но я ее знал давно. Эта история про то, как компания Rolls-Royce выделила на рынок авиационных двигателей. Они приходят к Boeing и говорят, купите наши двигатели. Они говорят, нет, спасибо, у нас уже есть поставщик. Они говорят, но мы хотим предложить его на уникальных условиях. Когда поставщик продает вам двигатель, вы ему деньги заплатили, и потом достраиваете самолет. Мы вам предлагаем забрать наш двигатель и заплатить потом, когда самолет полетит. Интересно, спросил Boeing, а сколько заплатить? Он говорит, ну тут почасовая оплата. Самолет пролетел 10 часов, вы заплатили за 10 часов. Самолет пролетел 50 часов, вы заплатили за 50. Он пролетел 600, вы заплатили за 600. И наши техники, естественно, когда самолет вдруг сломается из-за двигателя, накрыли их любви к деньгам, потому что самолет стоит, мы денег не получаем, быстро будут лететь и ремонтировать этот двигатель. А конкуренты они не торопиться не будут, потому что они уже все деньги получили. Убедительно сказал Boeing и разместил первый заказ. Поэтому еще раз думайте про то, как ценообразование, сделать инструменты привлечения клиентов. Дальше, каналы продаж. Каналы продаж, это некая труба, которая идет из рынка в вашу кассу. Чем их больше, чем они чище, эти трубы, тем лучше для вас. Как я уже говорил, не стоит путать каналы коммуникации и каналы продаж, но это такая отдельная история, спорная мы сейчас про нее говорить не будем. Два основных вопроса, которым вы должны задаться. Во-первых, какие новые каналы продаж мы можем включить и работает ли каждый канал продаж, который у нас есть на 100%. Сейчас вам покажу слайд, который вообще в здравом умении показывает, но вот над этим слайдом я работал год. То есть я по крупицам собирал все возможные каналы продаж. Больше нет. Вот если сейчас кто-нибудь скажет, что я знаю еще один канал продаж, вероятнее всего он где-то зашит просто вниз. Все. Поэтому вам нужно съесть и задать себе вопрос, какие новые каналы продаж я могу использовать для того, чтобы продавать больше. Какую еще трубу я могу проложить в кассу. А потом, когда вы нагенерите, у вас есть 21 проверочный вопрос. Насколько они хорошо подходят для компании, насколько хорошо на этот канал продаж прореагируют клиенты, какая будет реакция конкурентов и, соответственно, есть ли какие-то достойные альтернативы. Ну и последнее. Продвижение. Продвижение мы уже про него говорили. Как я уже говорил, это реклама, стимулирование сбыта, прямой маркетинг, пиар, интернет-маркетинг. И здесь мы должны понимать, что мы не очень хорошо понимали разницу между всеми блоками. И вот именно здесь зашиты как раз вот эти вот 5000 инструментов привлечения клиентов. Ну и опять же, начал с этого и закончу этим. Тренды маркетинга. Вот очень важно понимать, что именно за счет трендов маркетинга вы можете быть впереди ваших конкурентов. Киньте взгляд, я просто в прошлом году на конференции в Минске выступал на тему трендов маркетинга. Это слайд с прошлого декабря. Ну, чуть больше я сейчас мог бы добавить на этот слайд трендов, но я думаю, что я вас и так перегрузил. А вот мало что из этого вы реально используете в своей работе. Поэтому еще раз, когда мы говорим про работу с трендами, вы видите, предположим, здесь такое слово, как симплификация или инфлюенсеры, или это контент-маркетинг, или геймификация, или бигдата. Вы должны, первое, понимать суть этого тренда. Второе, вы должны оценить его применение, эффективность применения для своего бизнеса. И потом вы должны его, если он подходит вам, применить. Ну, еще раз к росту. Самый простой способ, помнить про то, что вы должны знать все тренды, быть в курсе последних событий, и за счет этого опережать своих конкурентов. Я ухожу на финишную прямую. Как еще раз говорил, начните именно с себя, потому что все начинается с вас. Клиент-ориентированность, сотрудник-ориентированность, тренды, инновации, лучшее привлечение клиентов. Все начинается с вас. Меня попросили коллеги из B324 загрузить вас какими-то ключевыми идеями. У меня их будет несколько. Первая ключевая идея заключается в том, что вы должны теперь научиться работать по модели поиска, для того, чтобы правильно привлекать своих клиентов. Мы, предположим, не поговорили с вами про точки захвата, мы с вами не поговорили про медиапланы, мы с вами не поговорили про лидогенерацию. То есть еще раз, наверное, настало время системнее смотреть на те способы привлечения клиентов или на процесс привлечения клиентов, который вы используете сейчас. Вторая ключевая идея, которую я хочу с вами поделиться, сделать свою визитную карточку продающей. Это реально настолько просто, чтобы вы могли свою визитную карточку, запишите себе, это действительно ключевая идея, превратить визитную карточку в мини-коммерческое предложение или в повод поговорить. Часто я получаю от вас визитную карточку, ну, знаете так, попытайтесь сделать визитную карточку такой, чтобы она попала в мой твиттер, чтобы я ее сфотографировал и сказал, вот крутая визитная карточка, классно ребята придумали. Еще раз продавайте. Ну и главная ключевая идея, которую хочу с вами поделиться, это научитесь привлекать клиентов правильно. Проблема заключается в том, что вы должны научиться еще и удерживать клиентов правильно. Но об этом мы с вами поговорим вечером. Спасибо.